Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Все так же 10 апреля. Здесь утром я заходила и говорила, что будут они у меня два дня в укутке томаты. Буду ли открывать, не знаю. Очень холодно на улице. И все-таки как непредсказуемо весенняя наша погода. Несколько часов всего меня не было в теплице. Солнце выглянуло. Я пришла. Хорошо, что успела. Я немного бы опоздала и все. Температура уже. Раз, два, три. Вот здесь показывает у меня 38. Ну короче за 30 точно есть. Потому что я смотрю уже томаты, они у меня были открыты. Они уже немножко даже листья подвяли. Утром я боялась, что они замерзнут. Открывать или не открывать. Теперь я уже прибежала. Чуть они у меня не сгорели. Даже вот видите, у меня дверь открыта. Решила экстренное проветривание сделать, чтобы не было беды, чтобы они не сварились. И вот опять вспоминаешь про форточки автоматические, которые раз и открылись бы. Бегаю три раза на день. Я вообще шла сюда за тем, чтобы показать вам, что томаты, несмотря на то, что здесь несколько дней было холодно, что вот эти периоды у нас, то минус ночью холодно, то плюс жарко, томатам все нипочем, они растут. И я вот сегодня особенно отметила, было особо заметно, когда я открыла, что они очень сильно увеличились в размере. И вот эти бутончики, цветочная кисть, появилась почти у всех. Короче, я тут бьюсь с холодом, то их открываю, то их закрываю. Я боюсь, как бы они не замерзли. Вот видите, вот эти вот выдвинулись вообще у всех, у которых даже не было. А они растут, все у них идет своим чередом. И кажется, даже они не замечают, что на улице такие неблагоприятные у нас условия, у нас очень холодные ночи. Сейчас вытащу одну, которую буду высаживать. Я вот высчитала, что 13-го буду высаживать в теплицу следующие. И вот которые ждут, как говорят, на растолщение, на доращивание. Видите, у нее уже бутончик появляется. У нее сделался очень толстый ствол, устойчивый. Несмотря на то, что он высокий уже томат, но все взрослые, готовые рассадок к высадке. Ее уже можно высаживать. Ну и все соседки ее такие же, помидорки тоже очень хорошие, с бутончиками. Видите, у всех вот эти головки бутонизации. Короче, они вступили все в фазу бутонизации. Вот о чем я хотела сказать. Раньше, все же приходит с опытом, и раньше, например, год назад, два года назад, я очень часто говорила, что 10 градусов, это вот такая критическая температура для томатов, что ниже вроде бы и не надо, нужно их срочно куда-то эвакуировать. Но вот по этим томатам, по этой теплице, я поняла, что температура воздуха, вот здесь была у них и 8, и 10, несколько дней выше не было. А они растут им хоть бы хны. Растут и те, которые в грунте, и те, которые в стаканчиках. Но тут, конечно, которые в грунте, им сильно помог вот этот подогрев грунта, потому что я сегодня посмотрела, он так и не опустился ниже 15 градусов. Ну а вообще, оказывается, 10 градусов не такая уж и критическая для них температура. Им, оказывается, и при 10 градусах хорошо расти. Но они прям вот увеличиваются на глазах. Вы видите, какие я показывала до этого? Я обычно вот на эту сторону сразу выхожу, температуру смотрю, все. И сейчас они уже разрослись, лес густой. Конечно, очень неудобно. То нам холодно, то нам жарко. Погода, вот это температурные показатели скачут. Вот вчера был снег, сегодня такая жарища, что не знаешь, то ли опять их прикрывать вот этой нетканкой. Я боялась, что они у меня не просохнут в конденсате. Тут уже и конденсат давно высох, и они уже даже подвяли. Вот такие капризы у нас природы. Но томатом нипочем. И кто-то спрашивает, что, ой, зачем так рано, да вы так мучаетесь. Не жалейте меня, я не мучаюсь. Это ведь такое удовольствие. Я получаю от этого даже наслаждение, выращивание растений. Заходишь в теплицу. Вот сегодня я зашла, когда открывала, еще вокруг снег лежит. Так сыро было, неуютно. Сюда заходишь, тут райский сад, тут совсем другая обстановка. Тут все жизнеутверждающее, такое оптимистически зеленое вот это настроение. Все летом. Мы уже летом. Потому что обычно такие взрослые у нас томаты высаживаем в открытый грунт только в июне. Считайте, что у нас июнь. Ладно, все, до свидания. Все у нас хорошо. Будем дальше расти. Продолжение следует...